Так как мы будем рисовать веб-страницы или, например, интерфейсы веб-приложений, и нам придется создавать версии для разных устройств, артборды в этом процессе будут незаменимы. С их помощью мы сможем создавать неограниченное количество холстов и задавать им необходимые размеры и настройки. Вот так. Плюсиками создаем новый такой же холст, а здесь меняем и задаем ему уже готовый размер. Например, самый большой артборд будет под десктоп мониторы, другой под айпад и один под айфон 7, например. Мы видим, что в панели слоев появились новые слои артбордов. Если мы нарисуем на артбордах новые объекты, иерархия будет такая. И еще артборды могут содержать слои или группы слоев, но не могут содержать другие артборды. Если мы нарисуем объекты вне артбордов, они будут собираться отдельно наверху панели слоев и не будут принадлежать ни к какому артборду. А также мы можем настроить артборды под себя. Выбираем Preferences, Interface, Appearance, Artboards. Здесь мы в силах изменить цвет подложки и скрыть или отобразить ее края. Давайте пока все оставим как есть. Если мы начали работать в стандартном документе Photoshop, мы можем с легкостью преобразить его в артборд. Создаем новый стандартный документ, то есть при создании снимаем галочку Artboard. Рисуем несколько объектов, чтобы потом их поместить в артборд. Затем выбираем эти слои. И правым кликом выбираем Artboard from Layers или Artboard from Group, если у нас группа слоев. И готово! Вы также можете переименовать артборды так, как вам захочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА